Продолжение следует... Вы поближе подходите, чтобы я не напрягался. Возобновляется благовестие, погода установилась. Отъезжаем от скворечника, знаете откуда. С собой берете Евангелие, четверо Евангелия, изданное по благословению Патриарха Кирилла. Это очень важно. Когда даешь Евангелие, они даже люди не знают, а что это? Сектанты, баптисты, а тут как пищать Патриаршая, раздавать. Поднимите руку, кто сегодня едет? Так, раз, два, три, четыре, пять. А еще где двое? Так, ну, держите руку так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмой кто? Едешь, седьмая, да? Ну, повыше надо поднимать. А так-то это, попутно хочу сказать. Когда вот так вот робко поднимает, это за этим что-то. Мужик нашел кошелек на базаре. И не приучен чужое брать-то. Ко всем обращаюсь! Кто потерял кошелек? Ну, что смеешься-то? Как же ребенок? Ну, надо же знать, что главное на первом месте. На первом месте сказать несколько слов. Всего только. На все про все максимально. От двора к двору зайти и две минуты. Это лучше меньше. Как можно больше обойти. Сказать. Просто фразу заучить это. Мы из Потеряевки, православные христиане. Четыре слова. У вас есть, Евангелие? Даем даром. Сегодня встреча в клубе. Или там назначили заранее. Три часа дня. Приходите, ответим на ваши вопросы. До свидания. Да мне хотелось спросить. Там спросите. Там нельзя останавливаться. У каждого посох. Заходишь. Впереди посох держи. Уходишь, сзади идешь, чтобы собака не наскочила. Больше ничего. Посох евангельский для того, чтобы пройти мимо собак. Посмотри сначала, открыто или нет. Вот я вам говорил, как я натолкнулся. Помните, нет? Когда у меня осталась книга. Такой громадный пес кинулся. А он там за сараем был и привязан на проволоке. Коськи трудом я пятился. Да потихоньку, потихоньку. Пока вот этот шкворень Заворину не взял. А на той стороне, в стороне светлая Татьяна идет после крещения надежды. Сияет вся на солнце. И представь, она бы там была. Ни предупреждения, ничего нет. Так что на все надо благословение Божие. Мы будем молиться. Если кто желает помочь средствами на бензин. На бензин. Сегодня за рулем будет Игорь Глушков. Вот наш брат стоит. Он вчера сам попросился. Приятно просто, когда сам человек подходит. Вызвалась Надежда Васильевна. И он, а я поняла, что он. А сегодня подходит давление. Ну ты же как у Бога, все устроено. А он за рулем. Значит, придется шевелиться. Вон кое-где Володя будет снимать пащенкой. И ты должен смотреть. В это время придется, может быть, что-то пропустить. Что всех успел заснять хотя бы понемногу. А потом вообще покажете. Где едут вроде бы сегодня всего Паново. Это село же более зажиточное, чем рядом Подстепное. И разница уже большая. Рядом. Они стыкуются два села. Деревня 12 километров. Подстепное там все на развал. Познакомились с председателем. И он привел столько людей в зал. Где у них там и кино показывают. Паново. Так же обошли все. Пришел один человек. Более зажиточное. Вот как. Мамона не просто это сребролюбие. Это замена Христу. Не можете служить Богу и мамоне. Что сегодня мы как раз и слышали Яна Златоуста. Что с собой брать? Сами посмотрите. Большую сумку крепкую. Ручки, чтобы не оторвались. Не салопановые эти мешочки, которые рвутся. Если салопановые, то двойные. Чтобы много мог взять Евангелий. Они большие. И поэтому с собой надо больше брать. Чтобы все время добавлять. Одна пачка. Двадцать Евангелий. Двадцать дворов. Подарили дальше. Идете. Ничего лишнего не говорить. Не отвечать. Не останавливаться. Я это видел. Как заходит. Что-то понравилось. Заходит. Разговаривает. Стоит. Мало того. На тренажер одна даже залезла. Он тренируется. Велосипед на одном месте стоит. И даже туда залезла посидела. Это не годится. Поэтому у тебя есть главное. Отвергнись себя. Пригласить людей. Возвестить о Христе. Два слова. Христос и Библия. Больше ничего не успеете сказать. А там, когда придут. Там они будут. Так. Не машите ничем. Не играйте. Я сегодня только на молении. Хотел сказать. Главное. Что у тебя с собой осталось. Это пальцы. Вот с собой стоит маленький. Ничего уже нет. Вот так закручивает что-нибудь. Или здесь что-то накручивает. Все время непрерывно пальцы. Пальцы шевеляться ты не думаешь. Я вам новости открываю. Я разговаривал с людьми. Которые учатся не в нашей стране. Где дисциплины. Те, которые приходят к мировому владычеству. Как Китай. Руки на столе. Вот. Сфотографировали. Мусульманская школа. Девочки сидят. Вот так руки. Нас учили так. Все. Ни одного движения. Японцу положено, допустим, 17. Не 15. 17 градусов. К примеру говорю. Больше нельзя поворачиваться. Дальше учитель тебе врежет линейка. Линейка, говорит, в 2-3 пальца вот такая идет. Он на нее опирается. Когда? Вот у меня рубец всю неделю был. Это мне рассказывают люди, которые учились. Они чего добились в мире? Ты поставь самое главное. Не научи детей тому, что сам умеешь плохого. Я сегодня определенно хотел сказать. Допустим, люди говорят, мы православные. Я сам говорю это. Так отвечаю этому назначению. Больше тебе ничего не надо. Православие это широта, это целомудрие, это красота, это всеобъемность, это любовь, кротость, смирение, воздержание. Правильное толкование. Соборы. Все. От первого дня. Но ничего этого-то нету. Ну, один раз только определи себя. Вот старообрядцы. Старообрядцы. Да это нас так назвали. Как назвали? Сейчас журналы такие идут. А вы измените название. Уберите. Один обряд остался. Другие. Древле православное. К нам приезжал священник. Древле. Даже не древний. Когда древний, тут понятно уже зеленый. Зеленая борода, говорит. Капуста в бороде. Ну, дальше-то посмотри древле. Теперь они провозгласили себе этого Калинина и Александра патриархом. У нас в стране два патриарха. Никто не знает. Ты, если древний, старый, так от чего от тебя оригинал-то идет? А мы древние. Ну, от чего древние-то? Оригинал-то где древности? Князь Владимир. Ну, тысячу лет прошло. Там на десятки раз уже все исковеркано было. Ты обратись к более древнему времени. Ни седьмой, ни девятый лет. К первому подойди. И тогда уста твои закроются. Ты не будешь хулить тех, которые по Евангелию поступают. Внешне хотя бы стараются. А что они сидят? Сейчас в Греции сидят. Ну, сидят. Кто из Греции-то знает? Да так и было. Так и было изначально. Во дворе, когда были написаны, стояли, стояли под дождем. Сидели. Да какое это моление? Какое православие? Ну, такое, как я. А я рассказываю то, что было. Подошли к Павлу. Так в синагоге было, как сидели. Нет ли у вас слова какого сказать? К нам, кто приезжает, ни одного не упускайте. Не предложив ему что-то говорить. И вы знаете, чего человек хочет. Мы перегородили. Вот сейчас там уронили дерево специально, чтобы никто не проезжал. Подъезжают, на машинах выезжают. Мы ждем с этой стороны заедут никуда, разверачиваются назад. Зачем они едут? Вчера один мужчина перелез через дерево такой высоты. И начинает рассказывать. Покупали комбайн у них там. Он помогал строить нам здесь землянки. Здесь жил я. Я говорю, землянок тут нет. Вот один был. Никто в них не жил. Нет, я был. И дальше ничего не совпадает. А что? Приехали на Ниве. Это очень проходимая машина. Сын приехал из Германии. Стреляют. И где-то они застряли здесь. Я пообращаюсь к вам, у кого есть машины. Не ездите куда не надо. Вас легко отсюда выманут. А назад уже вы не придете. Ни машины, ни вас не будет. Зачем? Открытая охота вчера. Я знаю, с 1 сентября. Но может быть я в этом году не считал. Три утки тут убили. Ну и вылезете как-то. Дайте мне знать. Дал ему визитку. Поговорили. И что бы он ни называл, ничего нет. У меня брат в локомотиве там что-то работал. Ничего этого нет. Ты ошибся, мужик. Этого у нас нет. Было, я у вас жил. Я вам бесплатно работал, помогал. Потеряевки, чужие приходили. Ну то есть мы все это засняли. Заснято все. И любой может увидеть. Не бойтесь, когда снимаются. Это документированная повесть. Ну теперь вот и думай. Я вам сказал, вы думайте. Я начал о благовестии. На благовестии у нас есть маленький ритуал один. Когда возвращается, обязательно, чтобы пообедали где-то. Когда обедают, они там возлежат покрывало. Возьмите палатки. И обязательно, чтобы был арбуз. Если арбузы у кого есть, принесите. Дайте. Я знаю, у некоторых чудесные арбузы просто. Ну так принято у нас. Нет, значит мы будем какую-то замену искать. Не будем менять порядок. Это хорошо. В это время они разъясняют, объясняют, какие ошибки были сделаны. Подвести этот итог. Я говорю, куда едут. Как разговаривать? Ничего лишнего. Ни слова лишнего. Лучше ты ничего не скажи. Скажи, старший у нас есть выступит. Он скажет. Кто дорога решить и кто будет говорить. Самый большой опыт из вас, это у Виктора Николаевича. Ну как правило, ему и слово. Где он? Вот он стоит. С собой я сказал, что брать. Хлеба. Воды. Фрукты какие там еще возьмите с собой. Там аппетит у вас будет. Приятно было. Я не знаю, детей нельзя брать с собой. Кроме того, что у вас семеро в газели будет. Если можно, возьмите детей. Нельзя. Нельзя, я спросил. Теперь о подмене слов. Смотрите. К католикам относятся все отрицательно. Протопопа вакуум об этом пишет. Будьте внимательны, что. У нас главная не схожесть с католиками. Не филиоквы от отца и сына исходящих. А папство. Назважно это примат папства. Папа над всеми, над всем миром. Нигде в это не написано. Павел не претендовал ни к Фоме, ни к Петру. Слово папа. Вы понимаете? Папа. А у нас папа в каждой семье. Вы уже католичные. Ты ребенка приучишь, чтобы тебя папой не называл. А как тятя? А откуда известно? Из всей литературы. Александра Сергеевича Пушкина слышали? С стихотворением. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. И они не знали, что делать. Вызвать пристава. И он говорит, допустите обратно, иначе тут не оберешься. Он все равно мертвый. Тятя, тятя. У нас в семье была тятя. Мама своего отца называли тятинка, более нежно. В дворянских семьях называли не мама, а маменька. А у нас мамка. Мэм, мама, это везде, во всем мире так есть. А здесь есть. И не приучить. Я стал думать, почему папа, папа это прит... Только один папа. Надо всем с этим... Папа один. Папе Иннокентию пишет Златоуст, папе заголовок. Так его и называют. В каждой семье папа. Я не знаю, в деревне у нас, не помню, батюшку надо спросить, было ли у кого-то папа. Ну вот сейчас попробуйте даже в маленьком изменить. Не папа, а тятя. Не получится. Во-первых, ты сам к этому не готов. А что, а все так? И ты своего папой называл. Вы уже римляне. Римская уже у вас тут захватка. Так это имеет значение? Имеет. Имеет. Ты, к слову, папа должен относиться с таким благоговением, больше, может, чем к патриарху. Папа, как бы, всегда к нему обращались, как к третейскому судье. Большое ли открытие дело? Никакого. А уже не повернешь. А что изменится? Ну, назовешь, чтобы тебя тятей называли. А у нас батюшку тятей называют. А у православных как? Отец. Отец везде. Отец, отец, батюшка. Отец, диакон. Отец, чтес. Там все уже. А отцов-то и нету. Павел говорит, я родил вас благовествованием. Вот вы сегодня поедете, будете отцами или не будете. Мне пишут, я уверовал благодаря тому, что нашел ваш канал, сайт. Благодаря тому, что я зашел на ваш форум. Вы для меня духовный отец. Ходили на занятия. Я говорю, я понятия не имею. Я только здесь и беру. Я бы в православии минуты не был. Один говорит, я уже ушел. Натолкнулся на вас. А сейчас, кажется, доктор богословия в патриархии, да еще работает за границей. Один раз толкнулся. Почему? Не надо наседать ни на кого, а показать главное. Я вам говорил о Богородице. Главное доказательство, это ковчег, возвращающийся из велистемлянца. Не касайся ее. Вот по птицам это покажешь. И они уже по-другому смотрят. По-другому. Решили доказать детское крещение. Не доказывайте. Но если уже коснулось, то крещение, это в прошлом день имело. Какую тень? Обрезание. В завет с Господом восьмидневный ребенок. Иначе он истребится. За что его убивать? Его убить надо. Он истребится. Ему восемь дней. На девятый день его убить надо. Да как это? Это Бог и Его рассказал. Тебе зачем спорить? И Павел говорит, и мы получили обрезание, где вы обрезаны крещением во Христе. Крещением. В послании к колосянам. И поэтому и крестят детей маленьких. Потому что восьмидневно он вступает в завет с Богом. Крестился сам и весь дом. Баптисты. Вот это единственное место, на которое можно опираться. Все остальные ненадежные. Не делайте подмены слов. Вот заметьте. Считайте, помилуй меня Боже. Когда пришел к нему пророк Нафан. Пришел. Пришел, тут понятно. А дальше? Ну пришел он, пришел. Открыл дверь, его запустили. Он пророк. А дальше, заметьте. Когда Давид вошел к Версаве. Ничего особенного нет. Почему не написано, когда Давид совратил ее и отнял от живого мужа? Даже здесь в заголовке. И то преступники никогда не говорят, что я своровал. А я взял. Машину угнал. Ну скажи, я угнал чужую машину. Нет. Да просто прокатился милиционер там что-то. Крутит. И даже в заглаве 50-го псалма я вижу, это не Давид писал, это кто-то пытался сгладить. Чтобы, ну, Давид все же, мы же молимся им. Вошел к Версаве. Тот пришел, а этот просто вошел. Какая разница? Один обличал, а другой блудом тащился. Две уголовные статьи, две смерти заработали. Просто вошел. Понимаешь, когда задумаешься, вот почему Писание, ты должен знать. Читать его ежедневно. И ты увидишь, что в самой Библии уже это не относится к Священному Писанию за первые две. Это автор какой-то вставил. Кто Псалтырь составлял, и он туда вставил. Пояснение, может быть, я не знаю, у евреев надо спросить, есть или нет. А иначе я подумаю, что это монашеская вставка. Не подменять слова. А если они есть, оправдай их. Докажи, что ты не папа римский. Докажи, что ты тятя русский. Не повернуть. Вот пожилые люди, я не знаю, где-то Серафиму Гавриловну спросить, как она называла отца своего. Так, Дмитрий, пожалуйста, узнаю, мама, она расскажет. Этого не было. А это пришло постепенно, все так. А почему все так? Я спрашиваю любого священника, Булгаков об этом пишет. Новые священники учатся от старых, ладошкой по голове все друг от друга учатся. Книги стали не нужны. А ты посмотри, как написано в требниках везде. Как митрополит Иларион Алпеев говорит, во всех наших документах написано, что крещение только троекратное. И тут же фотографии патриарха Кирилла, ребенка примерно четырехлетнего, такого держат, вот так вот, одетого на спине. И с купели мочит ладошкой. Патриарх Кирилл. Рядом митрополиты стоят, мать стоит, улыбается. А что делать? Запрещать его сразу, извергать из сана. А представьте бы, все встали бы сразу, патриарх доказал, что он не православный. Что он католик. Ну, не католик, там он извращает таинство. Вот фотография. Что он будет говорить? Его обличают то часы дорогие, а то там из-за квартиры там бьется. Ну, обвинение. А за это вообще ничего не говорят? Как будто так и надо. Лицемерие. Ни один митрополит не встал и не сказал, я за то, чтобы каноны были. Патриарх нарушает. Я за то, чтобы он был извергнут. Доведите до конца, не получится. И ты не имеешь права его судить. А то у себя наведи порядок. Сегодняшний день я не папа, тя тебе меня зови. Не получится. Не получится. И не получится не потому, что ребенок не послушает, а ты. Ты уже папа. Ты уже безгрешный. Что не сказал, все должны слушать. А конечный-то результат показывает, что и православие-то шаткое, размазанное. По-настоящему православным быть, это быть героем веры в настоящее время. Ни на кого не смотреть. Я вам говорил, откуда это идет. Вот успение говорили, все это монашеское. Но я православный, я исполняю. Я на раскол не веду. Но ты в себе имей. Тогда ты будешь тише воды, ниже травы. Тебе нападать на кого-то не надо будет. Начни со своего дома. Писание так учит. Наведи порядок. И тогда будет у тебя как должно. Сейчас во сколько отъезжаете? В 11 часов. В 11. Возражения нет. Дальше. Следующее воскресенье, если Господь благословит. Поднимите руки. У кого машины есть? Такие, которые на ходу, не металлолом. Машины у кого? Так, раз, два, три, четыре. О чем молчишь? Подними руку. Пять, я же тебя не посылаю. Пять. Пять машин. Желательно было бы, чтобы вы поехали. Ваш отец говорил, я построю дом, поеду на благовестие. Вы придите и скажите, пап, наступил момент. Давай-ка свою команду составим. И вы, когда пойдете, там, дед, а поехать куда можно? Шарщина. И вы прямо им говорите, людям, раздавая Евангелие, и скажите, вот эти места заселяли, в первую очередь, староверы изданные. Что в Барнауле есть со священством настоящая церковь, старообрядческая, белокринитского согласия. В каждом доме говорите это. Это ваша работа. Вас священник за это не осудит? Костя? Нет, конечно, потому что это будет заснято. А потом будете говорить, скажите, а можно нам, когда соберутся люди, сказать, можно, договоритесь, каждому по 10 минут. Ну как, демократично? По согласию. У вас команда получится. Смотри, какие орлы стоят. Наш отец когда-то выпивал, хотел на нас показать орлы. Дай, смотри, у меня какие ослы. Одну букву не выговорил. Так, вопросы, занятия когда, во сколько? Занятия в час. В час дня здесь? Да, в школе. У меня вопрос или просьба. С сентября месяца будет пасти всего лишь три двора. Что делать? Три двора пасти будет. Это уже... Три двора. Так, нас не трогать. Вчера подходят на полдень. Никак. Посоветуйте, что нам делать. Игорь в поле, я учу, и Ерема не может. Два раза в неделю пасти. И вот что делать? Пока мы не закончим с прудом, мы не можем никуда. У нас совершенно не хватает людей. Кому выручать? Все заняты? Любу попросите. Я буду с бабой Ниной вдвоем. Одну не сниму. Он пускай берет ребенка с собой, потихоньку идет. Кто? На коляске. Далеко не гоняет. Ну, ни на кирпичах, ни в крапиве. Как некоторые посутки. Ну, вот опять не в крапиве и далеко не угонишь. Ну, я можешь рядом. И с коляской не уйдешь. Возьми подушку с собой, чтобы сидеть мягко было. Одно время в потерявке такие новые люди были. И она с подушкой. Почему была, то ли у нее болело что-то. Так для того нам смешно было. А эта женщина пасет с подушкой. Как будто своих подушек нету природных. Так. Составьте на воскресенье на следующее. И скажите заранее, в среде недели, хотя бы в среде, что у вас составлены команды. Вы едете. В вашей машине помещается пять человек. Я так думаю. Поэтому четверо. Это две улицы. Ну, и наши пойдут. Это уже что-то. Приглашать в клуб. Нас там знают. Отношение очень хорошее с библиотекарем. Напоминаю. Там библиотекарь. Она приезжала же сюда. Мы идем с ней в клубе. Еще не время собираться-то. Она накрашенная, ну и юбочка как. В брюках. А я ей говорю. А у нас в деревне и вообще женщинам брюки нельзя носить. Это мужская. Это мерзость перед Богом. Повернулся, никого нет. Я говорю, где? Да она вышла. Вышла маленько. Она прям рядом живет. Пришла, длинное платье стоит со мной. Я возьми, скажи, и говорю. Вот у нас ни украшения, ни краски. Она опять исчезла. Выходит, ни украшения, ни краски, ничего нет. Даже не ей сказал. Она только узнала. Понимаете? И я это всем говорю. Ее, кажется, Галина там или как звать там? Как там? Вроде Галина. И вы ее увидите, если она еще на этом месте. Вот она оставила прямо пример. Намек выполнил. И она приехала, потеряевку у нас была на празднование. Вот так. Вопросы? Значит, вчера мы разговаривали с теми, кто приезжал. В понедельник или вторник они могут приехать, если будет все готово. Мы сразу начинаем вот с дороги. Вы все время молитесь, пока мы не закончим. Потому что варианты меняются. Мы думаем, как дешевле. А уже сейчас не думаем. Дешевле никак не сделать. У них цена четкая. И все. КамАЗ с песка привезти. 4 тысячи. КамАЗ с прицепом. 4 тысячи. Ну, мне минимум надо 10. 40. Оказывается, мне не хватает хотя бы 15. 60 тысяч только за песок. Только за песок. Ну, и 30 сразу за подвозку привезли. Трактор который. Ну, что дальше-то говорит? Куда идет? А уже когда начнем с щебень, там на тонны. Так. Алеша, по чем тонны щебня-то? 950 мелкого. Крупного еще не узнавали. Вот так. Узнают. Ну, представьте, КамАЗ приходит, а в нем 10 тонн. К примеру сказать. Ну, и умножайте. Не просим денег, потому что вам непосильно, у вас нет. Прошу только молитву по этому делу. Потому что мы кое-что тут рельеф изменим вам. Спрашивали, там около Глушкова можно. Можно, если бы были трубы. Трубу хотя бы вот такого размера. Вот труба. У меня есть трубы. Трубы вот такие. Вот такие есть. Мы бульдозериста подогнали бы, он это выровнял. Дальше привезли бы. Тут все можно было сделать. Ну, прям последний момент уже. Мама ваша заботилась, говорила. Нам нужно сейчас вот такие трубы вот сюда вот заложить. Около Игоря. Потому что тут мы перегородим в Антамон, чтобы, ну, куда пойдет, в яму вода. И там, где заезжать на ту, которая ли, дорога у вас на дамбу. Мы же там перекроем все. Поднимется раз. А как заезжать будете? Ну, не знаю. На ту трассу. Заезжать будете тогда только вокруг или как, не знаю. Вот нам надо теперь вешки выставить. И как он поднимать будет. Мы все заготовили, как надо. Практически все. Теперь все на пруд кидаем. Если это мы изменим, значит, видно будет, что мы с чего-то стоим. Все у меня. Игорь, ну скажи, что у тебя есть труба. Сказал, сказал. А он не услышал. Я сошел. Ты что? Игнать Игорь, у меня есть труба. Без 10-11 саджет. Творец в деревянном доме. Подходите. Поедем. Без 10. С собой пакеты имейте. Прочные. Прочные.